Лето, солнце, жара Основные составляющие прекрасного настроения Много ли надо уральцам? Ловим ясные дни и отправляемся изучать неизвестные, диковинные места Среднего Урала Спонсор программы сеть магазинов Автобюро Путешествовать легко нам всегда с Автобюро Более 24 тысяч наименований автозапчастей в наличии Все лето бесплатная замена моторного масла Подробности акции по телефону 66-88-04 Березовский, золотой оплот России Мы уже рассказывали о нем и бывали здесь в зимнее время Правда, летом здесь еще лучше Но сегодня речь пойдет не о самом городе, а о небольшом поселке, который расположен в черте Березовского В фокусе камер народного видеогида, если дома не сидится, Старопышминск Небольшой поселок, расположенный с северо-восточнее Екатеринбурга Пересекаем Березовский и движемся по лесной дороге Через несколько километров наш пункт назначения Старопышминск нередко называют дедушкой Березовского Оно и не мудрено Село оказалось старше города на целых 88 лет Еще в 1660 году Верхотурский воевода поселил на реке Пышме опальных стрельцов с женками и чадами их на вольные земли и на вечные времена Позже сюда были сосланы пленные шведы Почти сразу новоселы стали гнать смолу, заниматься кузнечным ремеслом, а потом и золото мыть В 18 веке здесь построен золото-промывальный завод Село разрасталось, ведь золотая лихорадка притягивала сюда все больше желающих разбогатеть Однако со временем драгоценный металл, увы, иссяк Селу не суждено было превратиться в город Свое современное название Старый Пышминск получил в сороковые годы прошлого века И если 300 лет назад сюда людей ссылали, то теперь едут добровольно Тут и там возвышаются навехонькие дома, больше похожие на виллы и дворцы В самом центре Старый Пышминска располагается большой белокаменный храм Сретения Господня Освященный еще в 1887 году и лишь недавно отреставрированный Церковь многое претерпела в советские времена 30 лет назад храм вернули верующим Люди несли сюда старинные иконы, а само здание восстанавливали под революционным фотографиям Так, благодаря помощи всего села церковь получила вторую жизнь Неподалеку мемориал павшим старопышминцам в годы Великой Отечественной войны И памятная табличка герою СССР местному жителю Василию Леонтьеву В Старопышминске сохранилось множество старых зданий Это и бывший церковный дом, в котором сейчас располагается почта Это и каменное здание территориального отдела Сейчас здесь администрация поселка Перед съемками всех программ мы усиленно готовимся Ищем интересную информацию, исторические факты А здесь нас ожидал сюрприз В самом центре Старопышминска расположен стенд со всеми историческими вехами От середины 17 века до современности К слову, и площадка вокруг заслуживает внимания Огромное количество цветов, посаженных селянами Дополняет настоящую сказку, созданную стараниями местных мастеров В таланте старопышминцев вообще сложно усомниться Достаточно пройти по любой улице поселка Чтобы понять, что здесь живут настоящие уральские умельцы Так на улице с интересным названием «Одинарка» Стоит уникальный дом с узнаваемыми рисунками Еще в 80-е годы его хозяин купил набор книжных закладок На которых были изображены герои советских мультфильмов Буквально за год с помощью резца Он скопировал рисунки на ворота и избу В доме напротив живет еще один умелец Представившийся нам дедом Костей Своими руками он не только сотворил этот сказочный домик С изысканными узорами Но и помог другим жителям поселка Украсить их дома резными металлическими зверушками А также восстановил кровлю куполов На храме старопышминска А вот это место общественное Но это не баня Как вы думаете, что располагается внутри? В этой деревянной избе колодец С вычурным названием уголок русской Швейцарии Построен по областной программе родники Но фактически за счет местных меценатов И просто неравнодушных жителей Десять лет назад его осветил архиепископ Викентий Правда, если в знойный день Вы захотите утолить жажду У вас ничего не выйдет Если, конечно, вы не прихватили с собой крючок и ведро Есть в старопышминске и свои святыни Располагаются они на правом берегу реки Пышмы Да-да, это та самая река, на берегах которой появились и другие поселения Верхняя Пышма, Березовский, Камышлов и город Талица Здесь река совсем небольшая В конце лета больше походит на тихое болотце Которое с радостью облюбовали пернатые Понаблюдать за птицами можно с пешеходного мостика На реке можно встретить и местных рыбаков Правда, улов здесь невелик Кстати, переправа тоже достопримечательность Мост назван Николиным в честь настоятеля местного храма Трагически погибшего здесь зимой 2015-го На противоположном берегу уникальное природное творение Старопышминские скалы На вершине которых находятся так называемые каменные степи Эти скальные обнажения – часть ботаника Геоморфологического памятника природы регионального значения Местные рассказывают, что в позапрошлом веке На вершине горы построили каменную часовню Но вот незадача С ее купола к подножию скал упал крест Пробив землю, он открыл миру источник Которые православные считают святым Вода в нем прозрачная, словно слеза Холодная, словно лед В жару отличное спасение для притомившегося туриста Очень вкусно Рядом с источником возведена часовня В честь иконы Божьей Матери Умягчение злых сердец И купель для посетителей Открыты по выходным Чуть дальше Загадочная каменная лестница Уводящая путника вверх Признаемся, идти нелегко Особенно в жаркий день Но все усилия не напрасны Ступени приводят нас на смотровую площадку С которой открывается удивительный вид на весь поселок Здесь же располагается и еще одна христианская достопримечательность Поклонный крест Именно в этом месте в годы гражданской войны Были расстреляны местные священнослужители Память о том событии навсегда увековечена здесь Ну а выше уходит тропинка, которая приведет вас на самую вершину горы В народе именуемую Высокой Здесь уже несколько лет строится небольшая церквушка Совсем скоро она распахнет свои двери Чтобы принять первых паломников Знойная погода притягивает местных жителей и гостей поселка на водоемы Благо в Старопышминске несколько рукотворных озер Здесь же на берегах расположились роскошные дома с причалами Есть поселки и рыболовное хозяйство Здесь на небольшом прутке организована платная рыбалка Один из несомненных плюсов поселка для городских Это, конечно же, тишина Ну и сама природа В общем, отличное место для отдыха Изучив окрестности Старопышминска, возвращаемся в Березовский На этом наши приключения не заканчиваются Жаркий день – отличный повод для посещения еще одного уникального места Среднего Урала Ну а если вы недостаточно получили эмоции за этот тур выходного дня Обязательно посетите Бески в Березовском Посреди привычного леса раскинулась настоящая пустыня Мечтаете отправиться в отпуск и позагорать на белоснежных пляжах? Не хватает времени и финансов? Отправляйтесь сюда, чтобы босиком прогуляться по горячему песочку Несмотря на все предупреждения, это место пользуется бешеной популярностью у туристов Да и рабочие на приезжих уже не обращают никакого внимания Посреди этой рукотворной пустыни располагается озеро Однако, увы, купаться нельзя В воде содержится большое количество меди, что вредно для здоровья Эта большая песочница появилась здесь не случайно На протяжении многих лет сюда свозился песок Побочный продукт золотодобычи сразу из трех шахт Ну а теперь это любимое место для фотосессии и прогулок Сейчас песок сюда поступает вместе с водой по этой большой трубе Проведя здесь целый час и вдоволь насладившись солнечной погодой Мы возвращаемся домой Это был прекрасный и насыщенный день Пора поговорить о самом приятном, о финансовой составляющей Поскольку обойдется такой тур выходного дня С посещением каменных степей и уральской пустыни Путешествовали на легковом автомобиле Весь путь составил 160 километров Обед взяли с собой Не забывайте и про питьевую воду Она жизненно необходима для путешествий в жаркую погоду Все траты поделили на двоих Получилось всего 450 рублей с человека Такова цена невероятного дня увлекательного отдыха Успевайте ловить лето и солнечные дни Путешествуйте, заряжайтесь позитивом И не забывайте делать фото на память Чтобы вам завидовали те, кто остался сидеть дома Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok